В мае на птицефабрике Верославской области сожгли почти миллион голов. Корс Магаданской выносит на берег массово умирающих птиц. Мертвых чаек нашли и в Москве. Все они были инфицированы крайне заразным птичьим гриппом. Один за другим в российских регионах вводят карантин. Сегодня птичий грипп обнаружен уже в 24 субъектах от Калининградской области до Камчатки. Это 48 вспышек в основном среди диких пернатых. В самом Санкт-Петербурге очень много птиц с такими симптомами. Даже когда мы гуляем по парку в городе Гатчина, здесь очень много птиц водоплавающих, у которых есть хирургические симптомы. Но чтобы точно сказать, нужно лабораторное подтверждение. В основном вирус распространяют именно дикие перелетные птицы. Таких в Мурманской области большинство, уверяет Алексей Большаков, орнитолог со стажем. Зимуют пернатые, например, чайки и утки в Европе большими скоплениями, а летят к нам через Центральную Россию, поэтому риск привести с собой заразу есть. Собственно говоря, залетают на поляны, через сельскохозяйственные угодья, на птичьи дворы. То есть могут и там подцепить заразу. Ну и концентрируются здесь, в городах, на озерах. Как распространяется? Через слюну и через помет. И вот, допустим, купание. Если тут много птичьего помета, он опять же попадает в воду, потом попадает в рот. Поэтому здесь и стоят знаки «Купаться запрещено». Болезнь известна высокой смертностью. Почти 100% инфицированных птиц погибают. Среди людей группа риска – сельхозработники. Симптомы, как и ОРВИ. Высокая температура, головные и мышечные боли, головокружение. Болезнь, как правило, протекает тяжело. Самое частое осложнение – пневмония. До Мурманской области не дошло данное заболевание. Случаи ни в этом, ни в прошлом году не фиксировались. И я думаю, что, учитывая, что у нас нет птицеводческих хозяйств, и поголовье птицы невелико. Всего 1045 голов, и все они находятся в личных подсобных хозяйствах. И я думаю, что, учитывая северное расположение нашего региона, не будет у нас распространения данного заболевания. Тем не менее, мониторинг среди диких и городских птиц проводится в Заполярье регулярно. Функционирует противоэпизоотическая комиссия, которая контролирует в том числе соблюдение ветеринарных правил владельцами личных подсобных хозяйств.